Несмотря на сложности бюджета, в регионе могут появиться дополнительные меры социальной поддержки для граждан 70 лет и старше. Речь идет о компенсации из бюджета округа взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект внесен в собрание депутатов по многочисленным просьбам жителей Ненецкого округа. Проект закона представил депутат регионального парламента Александр Саблин. По мнению разработчиков, новая социальная льгота полностью соответствует принципам адресности и нуждаемости, с учетом которых сегодня строится социальная политика региона. Законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки детально рассмотрели на заседании постоянной комиссии по социальной политике. После долгих дискуссий в проект закона, предложенный группой депутатов, были внесены поправки. Так, изменению подвергся возрастной ценз. Первоначально предлагалось компенсировать в стопроцентном объеме взносы на капремонт в многоквартирных домах одинокопроживающим жителям округа 75 лет и старшим, которые являются собственниками помещений. По предложению губернатора округа, за основу взяли возрастные категории, прописанные в ЖК РФ. Таким образом, предлагается предоставить 50% нольготу по уплате взносов на капитальный ремонт одинокопроживающим неработающим гражданам старшего поколения, достигшим 70 лет и старше, и являющимся собственниками помещений в многоквартирном доме. Соответственно, полностью освободят от уплаты взносов граждан, достигших 80 лет и старше. Внесенные поправки были приняты, но вопросы все же остались и у самих разработчиков проекта закона. У меня вопрос по поводу одинокопроживающего пенсионера-затирана. У нас же есть иногда случаи, когда одинокопроживающий, но вынужден по каким-то семейным обстоятельствам прописывать и других членов семьи, допустим, внуков, которые нигде не имеют жилья и в ближайшее время могут не получить этого жилья. А квартира-то за одинокопроживающим пенсионером. Вот не знаю, тут подход какой-то надо нам подумать. Кроме того, депутаты подумали и об исключении возможности получения гражданами двух схожих мер социальной поддержки. У нас уже приняты некоторые меры социальной поддержки по данному вопросу. И, допустим, ветераны труда и ветераны труда Ненинского автономного округа на сегодня имеют уже 50-процентную скидку, вам так говорить, на уплату взносов на капитальный ремонт. Поэтому данные поправки учитывают этот момент и предлагается предоставить одну из мер по выбору соответствующего собственника, который платит взносы на капитальный ремонт. Внесённый законопроект будет доработан с учётом внесённых поправок. Сегодня в регионе проживают более 2000 граждан в возрасте 70 лет и старше. На реализацию законопроекта по предварительным расчётам потребуется больше 4,5 миллионов дополнительных бюджетных средств.